АВИНС 05 в Кирове, в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. И сегодня среда, первый час разворота, это рубрика «Урбан». Урбан. Программа о городских проектах. Ой, вот нравится нам, когда городские проекты развиваются, и когда они выходят на новый уровень, и когда используются федеральные и международные опыты. Замечательно. Мы были очень рады, когда 17-го числа появился, даже, наверное, пораньше, пост главного специалиста по связям с общественностью Кирово-Чапецкой городской думы Андрея Лялина. Мы его сразу же разместили на сайте нашем тоже, хакирово.ру. Называется по следующим образом. Проект «Пять шагов благоустройства повседневности» реализуется в Кирово-Чапецке. И, собственно, мы сегодня в Кирово-Чапецке отправляемся. То есть Кирово-Чапецк приехал к нам. Кирово-Чапецк приехал к нам, вернее, да. Сразу представим, кто приехал. Во-первых, глава администрации Кирово-Чапецка Михаил Шинкарев. Михаил Анатольевич, добрый день. Рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Спасибо, что нашли время для того, чтобы визит к нам совершить. И Евгений Лаптев, главный архитектор, начальник управления градостроительства и архитектуры, соответственно, Кирово-Чапецка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, на самом деле, я лично впервые услышала о таком проекте «Пять шагов благоустройства повседневности». Очень нравится, как это называется. То есть не на какие-то гигантские масштабные проекты замахиваются. Не космический центр построить, а повседневность нашу благоустроить. И самое-то главное, что мы поняли с Володей, когда готовились к этому эфиру, что в руки специалистам городских администраций дается некая, действительно, как это называется, дорожная карта, инструкция. И, кроме того, есть еще человек, который помогает и патронирует, и направляет со стороны КБ «Стрелка», который разрабатывал, собственно говоря, этот проект по поручению правительства. Все верно, я говорю, Михаил Анатольевич? Да, да, да. Все верно, мы этого человека тоже сегодня будем подключать по телефону. Он у вас был в гостях на прошлой неделе. Это Антон Иванов, ведущий архитектор проекта «Пять шагов благоустройства» конструкторского бюро «Стрелка». После первого перерыва мы его назовем. Ну, а чтобы за вас ничего не говорить, предоставляем слово вам. Расскажите, пожалуйста, как Кирово-Чепеск попал в эту программу, и какие задачи перед вами стоят? Ну, город Кирово-Чепеск — это… Михаил Шинкарев. Да, это моногород третьей категории. И вообще программа «Пять шагов благоустройства»… Что такое третья категория, простите, что максимально понятно было. Третья категория — это, скажем так, благополучный моногород. То есть неблагополучный, где масса безработицы, проблема с градообразующим предприятием — это первая категория. Мы находимся в третьей сотне, то есть третьей категории. И вообще, вот именно «Пять шагов» Кабострелка разрабатывала для темы моногородов. Чтобы сделать комфортными городскую среду именно в таких проблемных городах российских, где достаточно проблемно с градообразующими предприятиями. Мы много в нашем эфире, помнишь, Светлана, говорили в конце 2015-го, в 2016-м году о моногородах. Фонд развития моногородов — это Лузы, Белые, Холуницы. Они у нас были в гостях. И тогда, я помню, прекрасно было так осторожно очень произнесено, что Кирово-Чепецк еще попадет в эту программу. Да, но ничего до сегодняшнего момента ясно не было. Там совершенно иная история в Белых, Холуниц. Мы даже туда специально ездили с главным редактором бизнес-новостей Сашей Грислисом. А до Чепецка не добрались. Давайте еще раз уточним. Градообразующее предприятие в Кирово-Чепецке, если кто не знает. Градообразующее предприятие — это Кирово-Чепецкий химический комбинат. Ныне это два филиала. Филиал компании «Уралхим» в Кирово-Чепецке и завод минеральных удобрений, более известный кировчанам. И второй — это завод «Галла Полимеров». Да. Если кто-то интересуется тем, какие моногорода попали в программу, то есть такой сайт. Он так и называется — monogoroda.rf, где есть карта и все города отмечены вместе со своими проблемами. В программу попали все моногорода, все 319, а в Кировской области — все 11 моногородов. Ого. Но на карте 5, по-моему, пока отмечено еще. Пока 5. Нет 11. Мурыгина, Стрижи, Кирс, Амутнинск и, собственно, Кирово-Чепецк. Луза, Белая Холуница. Пятские поляны. Их пока там нет. Мы что-то не заметили. Так. Тема «Пяти шагов благоустройства» — это осень прошлого года, когда было объявлено широко, что моногорода участвуют в этой теме, в реализации комфортной городской среды, именно в задумке КБ «Стрелка». Наверное, в октябре месяце пришли запросы, методички, рекомендации по определению таких проблемных для города шагов. И с работниками администрации, а позже сначала с работниками, потому что сроки, как всегда, в России достаточно жесткие. Затем с жителями города Кирово-Чепецка мы начали обсуждать все-таки, какие шаги мы можем сделать, что можем реализовать в 2017 году. Вот вышли на те пять шагов, которые реализуем в городе Кирово-Чепецк. Вообще шаги, они такие интересные. Первый шаг — это «Сегодня в центре». То есть речь идет о применительном городе, местах, которые несколько запущены. Это остановочные комплексы. Остановки общественного транспорта. Да-да-да. Второй шаг — это «Будущее есть». Евгений, подключайся к разговору. Если мы говорим о шаге, который называется «Сегодня в центре», то есть концептуально по подходам КБ «Стрелка», это такое место в городе, самое проходимое. То есть они там говорили о, например, «Центральный рынок» это может быть, да? Или «Центральная улица». Благоустройство оживленного общественного пространства, если следует инструкции. То есть вообще пять шагов — это такой подход, если вы, условно, не знаете, с чего начать по благоустройству, вот такая карта. То есть берем самое оживленное место сначала. В нашем случае мы выбрали это проспект Мира и проспект Кирово, где у нас основные потоки пешеходные. И решили именно точечно обозначить остановочные павильоны. То есть место, где люди встречаются, уезжают, общаются. То есть хотя бы начать с этого. А что такого можно концептуально изменить в остановочных павильонах, что улучшит ощущения? Самое-то главное, что у людей должно поменяться ощущение, правда, что в моем городе становится жить лучше, лучше, лучше. Ну, казалось бы, просто постоял, дождался свой транспорт, уехал, все. Почему именно они ключевыми становятся объектами? Как раз мы две остановки завели, да, в первую очередь? Да, в первую очередь мы говорили о том, что вот те остановки в исторической части города, ну, вот исторически мы называем сталинскую застройку в Кирово-Чепецке. Они изначально не оборудованы, были вообще павильонами. Подъезд автобуса отсутствует, павильон отсутствует, скамейка как таковая, урна отсутствует. То есть речь об этом идет? Только знак остановка стоит. Ну, да. То есть дополнительно в самой концепции у нас предусмотрено размещение уличной библиотеки, то есть вот буккроссинг. Там же около остановок. Да, около остановок, на этой же площадке. То есть в Чепецке уже был опыт установки буккроссинга два года назад. До сих пор работы от книги пополняются, книги забираются. То есть как объект уличная библиотека вполне востребована. Вписалась. Да. То есть подсветка. То есть мы делали не просто освещение, а подсветка по контуру остановочного павильона. Говорили о возможности там заведения туда вай-фае. Вот такие вещи. То есть остановка может стать не просто формальным местом приехал-уехал, но в том числе там встретились вместе, уехали. Хорошая идея. Да, слушайте, а вот если говорить обо всем, уже забегая вперед, в пяти шагах, это все визуализировано уже? Это можно посмотреть где-то? Проекты есть, макеты, не знаю. Это визуализировано, проекты есть. Более того, все проекты уже в торгах. То есть мы реально планируем в сентябре эти остановочные комплексы открыть. В сентябре открыть два остановочных комплекса. На самом деле будет девять, потому что мы кроме пяти шагов, двух остановочных комплексов, еще включены в программу «Комфортная городская среда», федеральный проект. Которая в Кирове тоже реализуется. Да, да, и в рамках этой программы еще семь остановочных комплексов планируем сделать. Это все от проспект Мира и проспект Кирова. А, так вам больше повезло, чем нам. У вас одна программа есть, пять шагов, и вторая еще есть федеральная программа. Ну, на самом деле пять шагов эта программа интересна, но она отдельно не финансируется самостоятельно. Да, мы сейчас до этого дойдем. До этого мы все-таки пять шагов обозначим. Первый, понятно, сегодня в центре благоустройства оживленного общественного пространства вы выбрали остановки. Шаг второй – будущее есть. Это что такое? То есть это место, которое предполагает привлечение молодежи, то есть и то место, которое в том числе будет способствовать тому, что молодежь остается, что и молодежи есть где остаться, где проводить время, чтобы молодежи было в том числе комфортно в городе. И вытащить их из-под воротин, наверное. Ну, в том числе. А у вас в Чапецке высокий уровень. Так, сейчас вспомнит опять. Ладно, не буду про плохое. Окей. Евгений не обозначил место. Это Вятская набережная. Вятская набережная. Кто был в Чапецке, прекрасно знает, что это место слияния двух рек – Вятка и Чапца. Это высокий берег, это красивый вид на противоположный берег. И как раз то, о чем иногда ругают молодежь – это последние звонки, выпускные, а почему-то молодежь притягивает Вятская набережная. Мы даже знаем, почему? Потому что это красиво. Это восход, это замечательное место. Объясните для жителей Кирова, которые не представляют себе, что она собой являет. Она благоустроена в настоящее время? На сегодня Вятская набережная в Чапецке не благоустроена. У нас есть пешеходная дорожка, но она, скажем так, прерывается в середине. На Вятской набережной у нас два замечательных, несколько замечательных вещей. Это художественная школа, это Всесвятская церковь, это мемориал «Вечный огонь», это памятный знак чернобыльцам. То есть такая некая мемориальная зона, историческая. Что принципиально нужно сделать, чтобы это стало молодежной. Я думаю, что здесь Евгений больше прокомментирует. Евгений, пожалуйста. Дело в том, что вообще сам проект в том числе начался, что называется, снизу. Два школьника, выпускника первой гимназии, предложили свой проект как проектную работу, в которой они делали исследования, опросы. То есть и результатом явился в общем проект, в котором есть велопешеходная дорожка, есть пешеходная зона, зоны для какой-то уличной торговли. Да, о нем мы говорили на форуме по экологии НФ, презентовали даже. Ну, в общем, мы даже макет видели. Спортсооружения какие-то предусмотрены. Спортивная детская площадка. И вы решили этим воспользоваться, и это подошло по концепции к проекту «Пять шагов». И вот в этом году реализуется велопешеходная дорожка, она тоже уже в торгах, то есть уже приступает подрядчик. А вот сейчас у нас будет перерыв, перед тем, как уйдем на него, все-таки а что себе представлять будет велопешеходная дорожка? Асфальтированная дорожка, по которой... И разделенная одной полоской. Да, разделенная. То есть типа справа поедут велосипеды, слева пойдут как будто бы пешеходы. Конечно, конечно. Без специального покрытия, без знаков, обозначений и так далее. Почему? Будет разметка. Вы считаете, что так и поедут, что ли, велосипедисты отдельно, а граждане пойдут отдельно? Эта культура, она вырабатывается не одним проектом, она вырабатывается годами. И на самом деле мы подобную дорожку сделали в городском парке в прошлом году в рамках поддержки местных и инициатив. Тоже велосипедная там есть? Тоже велопешеходная. И мы понимаем, что нужно работать с людьми, и нам самим нужно работать над собой. То есть выстроить потоки людские. Слушайте, чепчане, в Кирове нет ни одной велописи в пешеходной дорожке. Ни одной. И профессионалы считают, что это утопия. А у вас уже есть хоть такая, но есть. Она небольшая, но есть. Сейчас привремся на короткую рекламу, после чего оставшиеся три шага обсудим. Продолжается программа «Урбан». Пять шагов благоустройства повседневности. Такой вот проект, который реализуется в Кирове-Чепецке. У нас сегодня чепчане в гостях. Михаил Шинкарев, глава администрации Кирова-Чепецка. Евгений Лаптев, главный архитектор, начальник управления градостроительства и архитектуры Кирова-Чепецка. Такая Ирина Васильевна Рубцова. Нет, она не главный архитектор. А вот Чепецкий не есть главный архитектор. Третий шаг. Найди прошлое и гордись им. Ревитализация городских достопримечательностей. Слово ревитализация знакомо нашим слушателям. Не думайте, что они не знают. Оживление. Итак, городские достопримечательности. Что выбрали? Мы выбрали городской музейный архивный центр. Нам предлагали различные заброшенные цеха и так далее. Но почему-то мы остановились именно на культурном объекте. Музей городской не очень большой. Очень популярный среди определенной категории жителей Кирова-Чепецка. Мы бы хотели эту популярность распространить на большие категории. Он краеведческий? Как он направлен? Он историко-краеведческий, даже художественный. То есть есть выставочный зал, где проходят выставки художников, кинолюбителей. Универсальный вообще. Да, поэтому говорим, что выставочная. А вы подошли к слову ревитализация? Ведь ревитализация это конкретное изменение в корне назначения пространства и помещения. Мы хотим его превратить. Здесь пространство, будем понимать, не в части помещения или здания, а пространство в части образовательного пространства. То есть создание из этого музея как раз образовательного центра с взаимодействием образовательных учреждений. То есть именно в более широком, наверное, смысле, чем, собственно, помещение здания. Там цифры какие-то у вас фигурируют. Вот сейчас, например, столько-то людей посещает в течение месяца этот объект. А прийти вы хотите к такому-то количеству? Ну, цифрами оперировать сейчас, наверное, не смогу, к чему мы хотим прийти. Наша задача хватить как можно больше. И если сейчас у нас работники музея, научные сотрудники ходят с уроками по школам, по детским садам, то хотелось бы в том числе интерактивные уроки проводить непосредственно в сети интернет. А, в интернет. Да, чтобы к ним приходили, но не обязательно ногами, а, возможно, и виртуально. То есть оборудование, новое оборудование, которое позволяет связь такую осуществлять? Ну, по крайней мере, планируем. Так, хорошо. В центре внимания социальный объект. Это четвертый шаг, обновление или создание объекта социальной инфраструктуры. Что за социальный объект? Евгений, может, включиться? Конечно. В прошлом году у нас был построен Центр культурного развития. То есть это здание предназначено для выступлений, занятий различных кружков, секций. И у него есть... Он построен в бывшем питомнике. То есть раньше, когда город развивался семейными шагами, то есть был собственный питомник для озеленения города. В какой-то период все строительство остановилось. И, по большому счету, этот питомник стал такой заросшей территорией. Ну, как и везде. Как и в Кировской области, везде. Ну, в общем, да. И по инициативе, в том числе и образовательных учреждений, решили эту территорию использовать для создания арборетума. Ну, или, проще сказать, для дендрарии. Еще проще сад. Да. В какой-то части... Зеленая зона. Да. В какой-то части возродить вот этот питомник. Зеленая зона, Володя, и дендрария, это разные вещи все-таки. Да, в том числе с образовательным уходом, где можно водить экскурсии, экологические лагеря. Большая территория дендрария? Около 50 соток, по-моему. Это только часть территории, окружающая центр культурного развития. У нас есть рекреационная зона, есть место для развития спортивных мероприятий. Мы пока взяли вот такую маленькую часть при входе на территорию ЦКР. Вот идея заключается в создании там щебеночных дорожек. То есть такая имитация лесной дорожки, вдоль которой будут растения. То есть там есть существующие, какие-то будут досажены. Будет сделана небольшая площадка под лекторией для проведения лекций, концертов на открытом воздухе. Сам форум лектория, на котором будут размещаться зрители, мы задумали, как выстроить из Европолета. Это такая возвратная тара. Современная тенденция. Да, и тоже экологическая составляющая в этом прослеживается. Ну и подбери брошенная активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий. Ну вот здесь-то вам никак нельзя было бы разместиться с уже существующими или только что построенными объектами. Тут что-то заброшенное должно быть. Что это? Ну под заброшенным мы понимали городской парк, который создавался в конце 60-х, 70-х годов силами комсомольцев, добровольцев. И отсюда и получил название Комсомольский парк. В 90-е годы он оказался реально заброшенным. Срезаны все аттракционы, по сути дела снесены здания. И единственное, что мы подбирать-то начали его, конечно, не в этом году. Задумались в 2011 году. Первый большой субботник был проведен с участием комсомольцев старых поколений, с участием молодежи нынешней. Приведен порядок, когда вычищены, сгоревшие бревна, мусор вынесен, повалены деревья, выкошены все. И, в общем-то, с 2013 года мы его постепенно возрождаем. Это такой собирательный проект, от которого были проекты местных инициатив, и конкурс областной по благоустройству территорий, и, собственно, городские средства. То есть бюджет городской, он предусмотрен? Детская площадка, спортивные площадки, дорожки, тропа сказок, турники. И мы понимаем, что нам нужно создать некое единое целое, и мы бы как раз хотели в рамках пятого шага создать городской парк уже в современном понимании, с освещением, с озвучиванием, с этой же уличной библиотекой. Поэтому наша задача в этом году свести все это воедино. Мы не участвовали этим проектом в ППМИ в этом году, а как раз в рамках пяти шагов хотим несколько реализовать. Ближе к завершению некому, да, в комплексном? Заявиться в ППМИ с этим проектом? Нет, мы как раз не заявились по ППМИ, у нас несколько лет, три года мы реализовывали проекты поддержки здесь, а здесь в рамках пяти шагов решили несколько в ином направлении поработать. Сейчас я прошу нашего редактора набрать специалиста КБ «Стрелка» Антона Иванова, ведущего архитектора проекта «Пять шагов благоустройства», который был на минувшей неделе в Кирово-Чепецке. А пока мы его набираем... Как раз основная цель у него была посмотреть городской пар по комплексности, потому что... А пока мы его набираем, я предлагаю озвучить опрос, который есть на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте. Как вы думаете, региональные города станут более благоустроенными и удобными для жизни при следующих условиях? Им дадут больше денег из федерального или иного бюджета, придет умный руководитель и заставит всех работать. Либо заниматься благоустройством обяжут крупные предприятия, и власти и горожане будут работать вместе. На странице ВКонтакте на первом месте придет умный руководитель и заставит всех работать. Да-да-да-да-да. Сколько процентов? Ну, почти 50. 50 процентов. Такой Собянин придет. Вот, да, я не знаю. И это. И все тут переоборудует. Вот москвичи там жалуются, жалуются. А мы говорим, нам бы чуть-чуть такого, да? Хорошо. А на сайте хакирова.ру совершенно другой вариант. Власть и горожане будут работать вместе. 57 процентов проголосовавших выбирает этот ответ. 28 процентов, тем не менее, с половиной, говорят, что придет умный руководитель и заставит всех работать. Оставшиеся проценты на ответ им дадут больше денег городам. Но никто не говорит, что нужно обязать крупные предприятия. Хотя это популярная и модная тема. Мы каждый раз на каком-нибудь совещании говорим, давайте вернемся в Советский Союз, распределим зоны. Ну, в Чепецке это предприятие, с ними все хорошо. А мы еще поговорим про предприятия, градообразующие. Есть у нас, да, с нами связи? Есть. Антон Иванов, ведущий архитектор проекта «Пять шагов благоустройства» конструкторского бюро «Стрелка». Антон, вы в прямом эфире. Добрый день. Алло. Да, добрый день. Да, добрый день. Рады, что вышли на связь. Вы недавно побывали в Кирово-Чепецке. Ну, в Кирово вы тоже, видимо, заезжали. Да, и хотим все-таки услышать ваше профессиональное мнение, ваше впечатление. Давайте начнем с такой матчасти. Вот сотрудничество конструкторского бюро «Стрелка» в плане развития моногородов. Откуда вообще изначальная идея эта была? Кто задачи ставил? Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, капитал, это сразу небольшой миф. Мы не конструкторское бюро, а просто КБ «Стрелка» консалтинговое бюро. Хорошо, давайте не будем отвлекаться на это. Что-то со связью. Да. Антон, еще раз. Да, меня слышит сейчас. Куда-то пропадаете. Ну, давайте попробуем все-таки. Итак, это просто КБ «Стрелка» консалтинговое бюро. Бюро. Все, хорошо, поехали дальше. Итак, из чего? Да, из Токи. Давайте, да, я немного расскажу про то, как начался проект. В октябре 2016 года фонд Единого института развития в этой сфере, как создан на ИЖК и КБ «Стрелка», они достигли программы комплексного развития территории российских городов с эффектом потребностей горожан. И программа института на ИЖК и рассчитана на 2017-2018 год. Что-то у нас со связью. Да, Антон, что-то со связью. Может быть, на громкой связи. Если так, то переключитесь на почту. Давайте, может быть, вот так. Ой, прекрасно. О, замечательно. Очень хорошо. Надо пояснить, Антон сейчас находится в столице. Наверное. Так. Да, да, именно. Заново. У нас в офисе. Ну вот, давайте я продолжу. То, что программа изначально инициирована на ИЖК и рассчитана на 2016-2018 год. И в нее входят шесть подразделов. Разработка стандартов комплексного развития территории, индекс качества городской среды и так далее. И в том числе программа повышения качества среды во всех пожарах. То есть это часть большого национального проекта. Где критерием выполнения этого проекта, один из критериев, он является достижением муниципалитетов и моногородов пяти шагов благоустройства в качестве среды. Почему именно пять шагов, кстати? Пять шагов это, на самом деле, такая экспресс-программа, которая позволит не строить муниципалитетами какие-то невыполнимые планы на будущее, а реализовать, повысить качество среды весь сейчас, выполнив эти пять шагов. Ну вот это такой принцип, который заложен в программу. Давайте сразу приведем пример. У нас просто мало времени. На каком-нибудь конкретном городе или на пространстве как было и как должно стать? Ну можно привести пример на том, что на Кирово-Чапецке. Вот, например, есть первый шаг программы. Это сегодня в центре. Это благоустройство центральных, самых впечатляемых улиц, площадей и парков. Вот, и в Кирово-Чапецке, например, муниципалитет. Он как раз взялся за благоустройством комсомольского парка, который является центральной территорией в Сорде. Да, мы сейчас об этом упомянули уже, да. Соответственно, таким образом муниципалитет, они как бы концентрируют свои усилия на каких-то определенных точках, центрах в городе. Они рассеивают их как бы по всей территории города. А что касается сроков реализации этой программы, Антон, можете пояснить? Программа запущена в 2017, и она должна быть реализована в марте 2018 года. Антон, очень важный момент, который вы только что отметили, что нужно концентрировать там население, да, определенные его социальные слои в каких-то конкретных точках. Вот есть парк, который выбрал Кирово-Чепецк, вот есть набережная, которая будет предназначена для молодежи, еще какие-то точки, да. Вот это все для чего делается? Основной принцип и цель программы «Пять шагов» — это же не просто там изменить пространство, сделать красивые места и собрать народ в кучу, да, в этом месте. Ну, безусловно, да. Основной принцип программы — это создать качественную среду в городах и в том числе в моногородах, потому что, на самом деле, это центры, где сконцентрирован огромный потенциал. То есть те города, которые раньше ориентировались на промышленное развитие, а сегодня в новой продвижной они должны ориентироваться на человеческий капитал и создание условий для развития малого бизнеса, для повышения качества среды, привлечения жителей к своему городу, удержанию людей в городе. То есть все это происходит за счет развития города, за счет развития среды. Правильно ли мы понимаем, что государственного федерального финансирования в программе нет? Что касается конкретных объектов по благоустройству. Федеральное финансирование, оно исходит из программы Минстроя по повышению качества среды. В рамках нее 25 миллиардов рублей, они распределены между регионами Российской Федерации. И проектный офис уже в регионах, они распределяют эти деньги между моногородами, между городами-миллионниками и так далее. Между муниципалитетами. Мы понимаем, что это все хорошо. КБ Стрелка разработала методику, научила, приехала. Есть какие-то деньги, которые федералы выделяют на эти проекты, больше или меньше достанется каждому городу. А вот какие все-таки объективные или субъективные причины могут привести к невыполнению программы в отдельно взятом городе? В Чепецком, о котором мы говорим. Ну, причин на самом деле много. И можно указать, как некоторые ленды, например, администрации, политеатов. Можно указать, как, во-первых, довольно слабый строительный комплекс в регионах, предположим, непрофессионализм. Но мне кажется, что на самом деле больше вариантов реализовать программы, плюсов, которые могут привести к реализации программы. А пассивность горожан, пассивность населения, вот не захотят они, не привыкли. Пассивность горожан, безусловно, тоже здесь важна. Но тут тоже правильно сказать, что я бы хотел упомянуть, что помимо всей программы, мы запустили еще сайт monogoroda.rf. Изначально он работал как аутсорсинговая платформа по сбору идей. И на самом деле мы были отражены, сколько идей и каких-то прямых возгласов от горожан, которые живут в этих моногородах, поступило на сайт. И тут, наверное, это скорее наименьшая проблема. Понятно. Спасибо большое. Время поджимает. Спасибо, Антон Иванов, ведущий архитектор проекта «Перед шагом» Я бы хотел еще добавить такой небольшой. Давайте. monogoroda.rf, он работал как платформа для краудсорсинга, а сейчас работает как информационная площадка бибиотек и методических материалов и новостей по развитию среды и по развитию моногородов. Так что заходите, читайте. Там интересно. Спасибо. Антон Иванов, ведущий архитектор проекта «Пять шагов благоустройства», КБ «Стрелка». Сейчас перерыв. Быстро на рекламу сходим. Программа о городских проектах. Но нам очень важно здесь понять некоторые еще моменты. Вот последний, который мы отмечали, момент с Антоном Ивановым сейчас, что может помешать исполнению этой программы, то есть этому благому делу. Вы, Михаил, говорили в перерыве, что вот как раз наоборот отсутствие взаимодействия или взаимопонимания власти и горожан, пассивность и с той и с другой стороны основная проблема, которая может помешать реализацию проекта. Как в Чепецке обстоят дела? Я думаю, что мы не исключение из общей массы российских городов. И у нас тоже есть недопонимание между властью и населением, между населением и властью. Есть взаимные, может быть, какие-то противоречия. Но как раз вот опыт, о котором сейчас, может быть, Евгений расскажет, это создание архитектурной лаборатории на базе целого микрорайона. Это как раз была попытка трехлетней давности начать вот этот диалог, чтобы решить вот эту проблему. Поэтому здесь Евгений, он автор. Евгений Лаптис, напомню, главный архитектор и начальник управления градостроительства архитектуры. Вы должны, наверное, говорить не о власти и людях, не разделять в этом месте, а об отсутствии в нашей стране навыка диалога. То есть любое обращение к тебе почему-то воспринимается как агрессия в твою сторону. Вот это важно. То есть у нас на уровне... Это на уровне площадки в подъезде, между соседями существует, да. То есть вот именно для вот таких целей была создана лаборатория архитектурная в девятом микрорайоне. То есть это последний микрорайон, который был построен в Советском Союзе. Есть несколько территорий, не застроенных по генплану. И вот собрались в школе с родителями, с жителями микрорайона обсудить, что будем делать. То есть что может сделать администрация, что можно сделать самим, что можно сделать вместе. Инициатором кто был этого собрания? Директор многопрофильного лицея и... Школа. Да, школа. Ну, нужно понимать, что микрорайон — это многоэтажки, там пара магазинов, и школа в центре микрорайона больше ничего нет. То есть он не закончен из части социалки. Поэтому школа — это и есть социально-культурный центр всего микрорайона. Поэтому не случайно директор школы Леонид Михайлович выходил инициатором, и администрация эту инициативу поддержала. То есть это такой совместный проект. А участвовали не только родители, дети, а и пенсионеры, и профессиональных архитектов приглашали на заседание вот этих совместных... То есть и первое вот наше собрание в школе, мы специально подготовили карту, обозначили вот эти пустыри, незастроенные места. И вот давайте говорить, что мы хотим. Вот первая реакция — это без власти и без администрации автолюбители и мамы с колясками полчаса в голос кричали друг на друга. Кому важнее? Парковка нужна, а мамам нужно веса для прогулки. Для прогулки, для игры. То есть вот 20 минут или 30 они выговорились, тогда мы смогли только приступить к разговору, что мы же вместе живем вот здесь. Давайте решать. То есть ни одни, ни другие отсюда никуда не денутся. И постепенно за три года появился диалог, появилась активная группа. Понятно, что все не могут участвовать. Постоянные субботники. То есть один из самых активных микрорайонов, который участвует в проекте поддержки местных инициатив. То есть была построена спортивная площадка, в этом году детская площадка. На следующий год уже планируется освещение этих территорий. То есть диалог появился, но этот вопрос, он цивилизационный. Его нельзя, придет умный начальник и скажет вам договариваться. Это только взаимное движение и только услышать друг друга. Смотрите, а вот вообще вся эта история, ну вот здесь как-то проект ППМИ уже не вызывает сомнений. Слава богу, 7 лет уже у нас в регионе. С 2010 года. Вопросы даже не будем задавать. Работает, не работает. Работает механизм. Работает. Но вот эта вот вся история с пятью шагами и так далее. Кстати говоря, вам перепало что-то из этого 25 миллиардов, которые на федерацию финансировали? Да, в рамках комфортной городской среды город получил порядка 28-29 миллионов. Но это не только ведь пять шагов. Это не только и не столько пять шагов, сколько деление на две составляющие. Две трети от этой суммы это благоустройство дворовых территорий и одна треть это общественное пространство. И как раз вот в рамках общественных пространств мы решаем в том числе пять шагов. Хотя там два шага у нас реализуются за счет ППМИ. То есть вот сослагающие этого проекта ППМИ, федеральный проект по благоустройству среды. А еще какие там деньги могут быть? Средства городские, средства спонсоров. И мы Красную Вятскую набережную планируем привлечь средства предприятий города. Кто-то уже заявился из предприятий? Из предприятий заявляются. Городообразующее это предприятие как участвует? Городообразующее предприятие выделяет 750 тысяч рублей на создание спортивной площадки. На Вятской набережной. Это такая вот маленькая-маленькая габрика. В прошлом году, например, на дороге приличная сумма была. Я шучу, конечно. Я знаю, что градообразующее предприятие каждый год что-нибудь делает в Кирово-Чепецке. Это понятно. То есть вот как бы всем миром получается. Все миром. Потому что это основной вопрос. Мы не зря включили вопрос. Деньги есть, денег нет. Что здесь и как. Вы попросили меня, Евгения, в перерыве вернуться к пешеходным дорожкам и велосипедным. Велосипедным. Вас возмутила, видимо, моя реплика, что это вот как бы утопия. Что за дорожка такая с полосой разделительной. Тут будут гулять кто угодно и там, и сям. Что скажете? Ну, во-первых, вообще о том, что строительство велопешеходных дорожек, это утопия была. Ну, такая фраза, да. На форуме в Саратове по городской среде в этом году была лекция. Вы были там? Да. Вы ездите на форумы по городской среде? Начальник отпускает. Интересно. Начальник отпускает. То есть там была лекция американского архитектора-урбаниста, джеф-оспека. Он и идеолог пешеходной и велопешеходной доступности, как варианты решения проблем с автомобильными пробками. То есть автор книги «Город для пешехода». Вот он говорит, меня на каждой лекции в любой стране мира спрашивают, зачем нам велопешеходные дорожки, если у нас нет велосипедистов? Я всегда отвечаю одно. Зачем строить мост, если в этом месте никто не ходит? То есть появляется мост, появляется движение. Будет удобное велопешеходное и пешеходное сообщение, будут велосипедисты. Я с вами совершенно согласна. Нам говорят, у нас короткий сезон в Кирове, у нас кругом тротуары, у нас еще что-то. А велосипедистов, кстати, несмотря на все это, становится все больше и больше и больше. Как у вас с велодвижением в городе? Есть какая-то организованная ячейка, которая что-то просит, белопарковки хотим? У нас есть организованная общественная организация «Велосотня», но им неинтересно городское пространство. Они на межгород уже вышли, поэтому, хотя непосредственно соревнования, у нас есть такой стадион «Карпаты», мы его называем, где в будущем все-таки он появится, они там уже не первый год проводят соревнования свои. То есть они городскую среду не трогают? Ну, не считаю, что для них это несколько мелковато. А спортсмены уже на такие пути? Масштаб больше, да. А горожане сами как? Горожане, вот как раз то, о чем Евгений говорит, то есть пока нет, велосипедисты есть. То есть есть прокаты, есть, ну, немного, правда, но есть люди, реально жители города пользуются услугами этого велопроката. Вот, в частности, в прошлом году очень популярно было, на улице Алексея Некрасова стоял прокат, люди брали, тут же по Некрасову по одной стороне проехали, по другой проехали, сдали прокат. То есть это, на самом деле, людям интересно. И поэтому создавать условия для массовости вот этого вида и спорта, и отдыха, наверное, это задача органов власти, в том числе. А уж, ну да, ну и вообще средства передвижения, да, Евгений? Мы же к этому движемся. Ну да, и опять же участие жителей. То есть надо понимать, велопешеходная дорожка должна быть откуда? От больницы до парка, от набережной до администрации. Где она должна быть? Никто этого не решит. И это можно решить только в диалоге. А насчет разделения потоков, ну, это уважение велосипедистов к пешеходам и пешеходам, пешеходов к велосипедистам. Любые бетонные барьеры, они... У нас потоки машин и пешеходов разделены, какими только препятствиями. ДТП с участием у тех других все равно происходит. Будем работать, все понятно. К сожалению, время наше истекает. Кстати, новая идея, прекрасно, по-моему, рождается. Приглашать и сравнивать, да, что происходит в наших городах. Ну, по крайней мере, в одних самых крупных городах. Ну, вообще, учитывая, что нас называют агломерацией, можно уже говорить о едином пространстве. Впервые появился юридический термин транспортная агломерация в рамках этого года при реализации федерального проекта безопасной качественной дороги. То есть можно уже думать, что это у нас происходит, Володь. Это у нас уже две дорожки велосипедные будет. Спасибо большое. Михаил Шункарев, глава администрации Кирова-Чепецка, Евгений Лаптев, главный архитектор, начальник управления городостроительства архитектуры Кирова-Чепецка. Программа сегодняшняя появится ближе к вечеру на сайте hakirov.ru. Заходите, обсуждайте. Продолжение следует...